Россия готовит следующего эмиссара в Армении. Газета Жигавурт сообщает, что у Армении и Арцаха нет недостатка в спасителях, но спасения нет и нет Арцах деарменизирован, над головой Армении сгущаются тучи. Но время от времени появляются люди, претендующие на очередное спасительство. С 1 июля этого года на некоторых платформах рекламируется некто бизнесмен Мгера Витисян. В день публикуется до 4-5 видеоконтентов в формате интервью, где он говорит о национальных задачах, идеях спасения. Представляющий себя как координатор международного движения «Бессмертный полк» Мгера Витисян выставляет фото то с вице-премьером России Аверчуком, то главой МИД Лавровым, то со Степашиным, создавая впечатление чуть ли не панибратских отношений. А недавно Мгер Витисян учредил в Сюнике дом русской книги, позиционируя себя как председатель правления армяно-российского исполнительного совета. 5 октября Авертисян пригласил на открытое обсуждение всех политических деятелей РА, от бывших до нынешних руководителей, по теме сохранения армянской государственности. Кто же такой Мгер Авертисян? В 2011 году пресса писала директор российской компании Ренова Георгий Осифин в своем писал о том, как Кчиян и его крестник, владелец ресторанного комплекса Жозем Гер Авертисян, разработали финансовые схемы, чтобы заработать мошенничеством, опозорив доброе имя Армении. Они сделали это посредством премьера Армении, в то время главы Центробанка Тиграна Саркисяна. По его прямому указанию Кчиян вступил в переговоры с банкирами, требуя у них по 1 миллиону долларов в год. В конце мая-начале июня 2008 года крестник предстоятеля Араратской епархии ААЦ Новосарда Кчоэном Гер Авертисян организовал встречу Кчоэна с управляющим казахским банком БТА Романом Солоченко, чтобы Кчиян потребовал от имени Центробанка 1 миллион долларов в год в обмен на лояльность.